Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Дмитрий Валерьевич Потапин, известный общественный деятель, политико-предприниматель. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. Добрый день. Ну что, Дмитрий Валерьевич, давайте подобьем итоги этой недели. Итак, на этой неделе Евгений Пригожин получил свои кромно заработанные денежки обратно, более 10 миллиардов рублей, причем получил он их в полном объеме, прислал за ними водителя. И, собственно, честно говоря, такое количество кэш могло бы заинтересовать налоговые органы России, но оно не заинтересовало налоговые органы. В общем, Пригожина, колеся по Москве, получила свои деньги в Питере обратно. При этом в телеграм-канале слили разные образы Пригожина, вы наверняка их видели, конспиративные, которые мне напомнили программу Сергея Доренко, там, где он маскировал Лужкова и предлагал ему совместно бежать, да, и предлагал разные ему образы. Вот, с одной стороны, это выглядит как выполнение договоренности, с другой стороны, как, вы знаете, вот попытка ударить спину, попытка унизить и так далее, но вот все, опять же, как бы плюя Пригожину в спину. Почему российская власть демонстрирует, ну, вот такую мелочность и слабость, как бы, делает такие подкожные жесты? Ну, потому что это свойство силовых переговоров, о которых мы говорили ранее, о том, что никакого мятежа не было в том смысле, в котором его воспринимает обычный гражданин. Это силовые переговоры, классика, по сути дела, жанра. И когда вот делают, происходит подобного рода, ну, там, реверансы или уколы, ну, в целом, ему сказали, деньги забираю, он сказал, не вопрос, он написал доверенность на водителя, и водитель, ну, скорее всего, либо на бронированном автомобиле забрал, потому что, напомню, 10 миллиардов, это работа для грузчиков, это не работа для, там, как-то не в кошелечке вы поносите. Если вы можете себе представить, что такое миллион долларов, то миллион долларов, ну, для зрителей наших более молодых это будет непонятно, а для зрителей более старшего возраста, то это индийский чемодан за 50 рублей, который продавался при советской власти, такой серенький, вот, наполненный плотно купюрами. Это вот этот миллион долларов в кэше. Либо коробка из-под ксерокса. Коробка из-под ксерокса, там может быть разная, соответственно, там может быть до, там, 500 тысяч, соответственно, в зависимости от того, как она наполнена. А вот чемодан, поскольку все-таки коробку из-под ксерокса вы только на пузички возьмете, чемодан, во-первых, можно взять как минимум 4, и плюс ко всему они легко пристегиваются наручниками. Конечно, это не спасает. Если вам простреливают голову, то первое, что вам сделают, отрубит рук. Ну, таково свойство. Никто откусывать, разбираться там с вами уже в коматозном состоянии, когда вы будете подыхать, то его не будет. Так что это работа для грузчиков, и вот это обмен любезностями, вот такой, вполне в духе, вполне в духе, в духе. Дмитрий Валерьевич, какое будущее еще ждет Пригожина? Некоторые гадают, куда все-таки Пригожин пойдет. Некоторые считают, что он попробует реабилитироваться. Это, кстати, мнение Венедиктова, о котором высказал на Грэме. Попробует реабилитироваться и напасть на Украину с севера, то есть делает такой жест, то есть фактически такой набег, как делает РДК, создает такой пиаровский фон, показать, что он борется за некие российские интересы. Либо он, может быть, попробует вновь совершить рейд на Москву, но сейчас более подготовленный, более удачным, залезав в свои раны. Как вы считаете, что будет делать такой деятельный человек, как Пригожин? Здесь надо понимать, что Евгений Викторович все-таки не самостоятельный в этой части. Значит, если силовые переговоры, которые не имеет смысла называть мятежом, даже там не на долю секунды, он может, безусловно, рейд на Киев условный предпринять, только в том случае, если его одобрит Министерство обороны. Потому что ключевым фактором является наличие вооружений, поддержка с воздуха и иже с ним. Пока подобного рода концентрации, то есть есть пионерские лагеря, которые называются «Вагнер» на территории Беларуси, там нет концентрации необходимой бронетехники, ракетного вооружения, я имею в виду наземного базирования, плюс ко всему, какого-то такого. Поэтому пока, я так понимаю, у Евгения Викторовича очень непростая ситуация, потому что, плюс ко всему, методички на его уничтожение в медийном плане розданы. Мы это наблюдаем. И люди, которые брали, напомню, контракты на продвижение «Вагнеров» у себя в различных пабликах, как частным образом, так и нечастным образом, то есть с не меньшими усилиями сейчас объясняют, что «Вагнера» — это там дерьмо собачье. И это происходит прямо вот со сплошь и рядом. Но, повторюсь, если Евгений Викторовича это все устраивает, история, и он, ну, я думаю, что он это понимал где-то под спудом, ну, он же сам выбрал, через кого рекламироваться, как рекламироваться, как взаимодействовать. И тут, как говорится, они продажны до запятой. Поэтому насчет, будет ли он зализывать и попытается ли он реабилитироваться в такой части, и вот позиция другая. Его надо сохранить жизнь, сохранить, главное, свою силовую составляющую. Потому что если он тут последний следующее, если он не сохраняет силовую составляющую, он не сохраняет свою жизнь. Ему важно сохранить бойцов. Кстати, силовое составляющее. Вот как вы оцениваете эти лагеря, которые сейчас развёрты в Беларуси? Это всё-таки пионер лагеря? Это боевые лагеря? Либо это лагеря, в принципе, сухомлинского макаринга для тяжёлых детей? Воспитательного характера. Я бы сказал, мне нравится последняя ваша версия. Только дети сильно подросли для тяжёлых детей. Я оцениваю так, что это очень серьёзный вызов для господина Лукашенко, когда в подбрюшье у него находится ядерное оружие, которое контролируется Россией, и лагеря я буду использовать для тяжёлых детей, подрощенных, скажем так. Они же дети, как говорили в одном фильме. Все мы чьи-то дети, и даже сыновья, и даже дочери. Поэтому это тяжёлые дети, которые умеют неплохо стрелять, и умеют стрелять в живых людей, и, в общем-то, убивать хорошо. Качественно убивать. Они качественные профессионалы-воины. Знаете, Дмитрий Ильич, вы не поверите, я в последнее время стал читать казахскую прессу. Это правильно. Это привлёкся, благо App Store позволяет скачать замечательное приложение Press Reader. Кстати, многим рекомендую. И читать газеты со всего мира. Так вот, любопытно, но Казахстан, пока происходит, скажем, война между Россией и Украиной, Казахстан медленно, наверное, растёт. Причём растёт очень неплохими темпами. 4% ВВП. И что самое главное, вот Казахстан осуществляет ползучую такую казахизацию, если хотите сказать. И с чём она направляется? Усиление армии. Теперь даже для студентов на этот срочке в Казахстане. Усиление силовых структур. Одновременно с этим происходит либерализация бизнеса. Там действительно очень серьёзные реформы принимаются. Но, как бы, на уровне риторики не раздражают при этом Москву. Но идут, как бы, своим путём усиливаются. Вот это казахский вектор. Вообще политика такая. Как вы её оцениваете? Ну, поскольку я в Казахстане, как я говорил, работаю последние лет 12-15, достаточно несложно найти, что TechGarden мы делали 12 лет назад. Я там был в составе экспертов, те, кто судили всяческие стартапы. И же с ним мои партнёры в Казахстане работают на самом высоком уровне, как тогда, так и сейчас. Месяц назад мы встречались и с премьером, и с президентом Казахстана. Вот поэтому я знаю этот вектор очень-очень давно. У них непростая ситуация, именно по причине того, что я говорил. У них 19 миллионов населения, 6 миллионов находятся за чертой бедности, 2 миллиона безработных, молодое население. Это высокий риск вообще этих революционных изменений. Поэтому служба безопасности Казахстана, местный комитет безопасности Казахстана очень внимательно следит за всеми националистическими группировками, потому что на вот этих тезисах националистических очень часто возникают перевороты. Вот их вектор очень понятен, потому что 70% продуктов поступает из России, и их вход, я бы сказал, они идут в тюркский мир. Потому что они идут не даже в коалицию с Китаем, хотя и это тоже происходит, но они выдерживают такую очень дистантную позицию. То есть они не могут отстегнуться от России, как и все бывшие советские республики. Но они постараются, в общем, это сделать. Хотя это непросто, все равно они будут взаимодействовать с Россией. Другое дело, в каких пропорциях. Вот эта пропорция будет смещаться в сторону тюркского мира. И я бы оценил так, что с Россией они останутся во взаимодействиях на конечной точке процентов на 30, а процентов на 40 они будут взаимодействовать с Китаем, а на процентов на 30 еще они будут взаимодействовать с, ну там, я на объединенно возьму тюркский мир. Контр наступления Украины, которое происходит, проходит последние несколько недель. Есть сообщения, есть, собственно, оценки аналитиков о том, что Украина вполне может перехватить обратно Бахмут. И даже в скором времени мы знаем, что Бахмут — это на ровном месте абсолютно создана священная точка для России, просто потому, что именно Бахмут был единственным завоеванием России на протяжении ее контрнаступлений в первой половине этого года. И там скрестились интересы, в том числе российской армии, пригожиной, в пиаровском смысле, пригожинцы были теми, кто как бы добивал Бахмут и брал Бахмут. Если сейчас Украина обратно воевывает, деоккупирует Бахмут, а насколько это вообще сможет проглотить российская пропаганда, если, ну, я, конечно, понимаю, что по Орелу люди не помнят вчерашних газет, но тем не менее многие же помнят, что Бахмута брали пригожинцы, неважно, правда это или нет, но есть устоявшееся мнение, да. Вот в этом случае, если Россия сдаст Бахмут, то как это отразится на состоянии умов российского общества? Никак, потому что обе стороны, надо сказать, и российская, и украинская пропаганды, одновременно шли в одну сторону, рассказывая о том, что Бахмут не важен. Поэтому тут ключевой Бахмут важен для Украины перед саммитом НАТО. И важно его завоевать весь, плюс какую-то демаркационную зону. Если он будет занят не весь, то предъявлять будет очень сложно, потому что как бы квартальное, там, отбитие, там, ну, как происходило в обратную сторону, Вагнера шли по квартальной и показывали каждый там дом, то здесь в обратную сторону, соответственно, по квартальный выход в другую сторону, предъявить, как в качестве контрнаступа, будет очень-очень непросто. Рамзан Кадыров, не то чтобы оправдываться, естественно, не оправдываться, но многие задают вопрос, а почему так медленно войска Кадырова шли к Ростову-на-Дону в тот момент, когда Ростов-на-Дону был как бы за Пригожин, да, то есть Пригожинский Вагнера шли к Кадырову. Ответ известен, пробки. Пробки просто, ну, я абсолютно с этим согласен, так что... Ну, пробки, это понятно, но... Ну, а когда на короткие пробки, это вообще, это все-таки реально, все тут, 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 все сразу обваливается, у нас на пробке списывается вообще все. А как вы считаете, как сам Путин может отреагировать на такие проблемы дорожного движения на Евгии России? Он, он все прекрасно понимает. Он понимает, для чего ему Рамзан Ахмадович, поэтому здесь... У него каких-то иллюзорностей, то есть, никогда не было и не будет. Поэтому он прекрасно понимает, как он же, по сути дела, там, он же сам же себе, там, и ему приписывают пропаганда, что благодаря только ему, в общем-то, закончились обе чеченские войны. Поэтому в данном случае, я вас умоляю, он все очень, очень хорошо все понимает про кадыровцев. Все помнят ельцинское время, Ельцин, откровенно говоря, сдавал своих людей, но он мог сначала возвеличить человека, потому очень легко сбросить с пятистала и Немцова, и Чубайса, даже не оценивая личности Немцова, Чубайса, других людей, Коха, прочих, очень легко отказывался от людей, когда ему было нужно. Путин, мы видим, что он держится вот за этот свой принцип, как бы, даже не приверженности к людям, а по-другому бы назвал. Он боится признаться, что он ошибается в людях, потому что вот, как бы, профайлинг, способность анализировать людей, обработка людей. Это точно, как бы, похвалился всегда Путин, подчеркивая свое чекистское прошлое. Если сейчас сказать, что я ошибся, это значит просто, ну, значит, ты хреновый разведчик. Почему, на ваш взгляд, какая может быть причина того, что до сих пор не назван ни один виновный публичный в мятеже Вагнера, даже тот же Суровикин, он словно, как бы, ластиком стерли, он как бы пропал. Но почему взять, не найти козла отпущения, на котором повесить все собаки, всех собак, и уже вот просто, как бы, абсолютно все проблемы на него спасать. В том числе, кстати, и Херсон. Потому что я говорил о том, что после того, как это туристические или силовые переговоры закончились, или туристическая поездка, слэш прямо, я говорил, что существует, что должны быть репрессии. Репрессии могут быть умные и неумные. Как раз умные репрессии это замести все под ковер. То бишь, либо перевести каким-нибудь чрезвычайным послом в Уганду, либо уволить с выходом на пенсию. И поэтому крайне важно сделать это тихо. Чтобы именно как раз, ну, народ, в данном случае, там, публика здесь ни при чем. Ей можно объяснить все что угодно, как угодно. Но важно, чтобы элита, то бишь, военно-политическая, понятно, не экономическая, которым, если что, там, штыком под задницу и, в общем, все отдадут, что скажут. А военно-политическая элита не почувствовала себя преданной. Потому что именно военно-политическая элита может устроить тихий, именно реальный переворот. Не вот это силовые переговоры и театральную поездку, соответственно, в Москву на танках. Прокати на сванюши на тракторе, да, колется наш прокати. А реальную. Поэтому даже Суровикина, в общем, никаких репрессий идут умно, по-тихому. Смотрите, Дмитрий Ильич, тут бы все как бы было так, но погибло 8 летчиков, минимум 8 во время мятежа пригожного, его похода. То есть, это не был поход Ганди. Это классические силовые переговоры с потерями. Ну, бывает. Это была, ну, простите, стрелка в классической форме 90-х годов, где люди не считают. Так вот, вопрос в чем? Когда, с одной стороны, по обвинению в убийстве Пичугина сажают на, если кто не помнит, начальник охраны ЮКОСа, его сажают на пожизненное, хотя, опять же, защита считает, что его оклеветали. Когда Навальному шьют новое дело. Конечно, это можно делать, можно репрессировать. Другое дело, что, ну, простите, но тут напрашивается выражение среди, как бы, овец-удалец, да, среди, как бы, волков, а сам овца, да. Получается, что так. Получается, что российская власть, она может только давить тех, у которых нет силовой ресурс. Когда еще, касается Кригожина, когда еще касается Ройзмана, российская власть тут же сворачивается и прячется где-то в уголок. Конечно, нет, Россия, напомню, мою фразу, которую я произношу уже для того, чтобы хоть кто-то начал чуть-чуть прислушиваться и, особенно для западных, вот мне недавно западники в очередной брали интервью, я говорю, до тех пор, пока вы их не вслушаетесь во фразу Россия феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами, вы не сможете с Россией сделать ничего, по причине того, что в 90% случаев, послушав эту фразу, что делают западники, они не собираются изучать самостоятельно Россию, они тут же бегут по уехавшим политологам или еще к кому-то и говорят, а вот Потапенко сказал, а что вы на эту тему думаете? А поскольку всем по уехавшим туристам надо обязательно как-то получать гранты и ездить на всякие конференции, которые ни на что не влияют, они говорят, ну, это не совсем так. Я говорю, ну, раз не совсем, я поэтому даже не настаиваю на этой позиции. С точки зрения реального управления, тут только силовой ресурс, он последние 30 лет. Есть у тебя танк, ты красавчик, нету танка, ты лох. Все. Дмитрий Ильич, описание вопросов задам об отношении к Владимиру Путину в мире. То есть, несмотря на то, что Владимира Путина признали диктатором, агрессором в отношении возбудило дело Международного уголовного суд, а тем не менее, как бы, Путин все равно в глазах вот этого политического стабильщика Европы оставался ресурсным игроком, то есть, человеком, который может влиять на процесс. Как поменялась ситуация, на мой взгляд, с учетом, ну, как бы, с учетом мятежа Евгения Пригожина, потому что одно дело выступления во Франции, которое происходит, которое носит, скажем, массу бесформенных характеров, то есть, там нет, как бы, претензий на стрелку, да, а в России происходит самая настоящая стрелка, в результате которой российская власть отползает, залезавая раны, и как на этом может регировать Запад? Ну, власть не отползает, власть применила обратную сторону, она, соответственно, забрала у Евгения Викторовича 10 ярдов, потом вернула, вместе с паспортами и всем остальным, Евгений Викторович прислал водителя, работа, выполнена была работа грузчика, традиционно, для Запада все равно ресурсным языком, игроком остается Владимир Путин, потому что сейчас, да, вся, все методички, пригожено отобран на фан полностью, у него отбирается оружие, ну, то бишь, европейцы будут работать с тем, кто главный и сильный, всегда было, есть и останется, после первой, как это, после октябрьского переворота они же работали с советами, несмотря на то, чтобы там и была гражданская война, и были экспроприированы и убиты там немереное количество и людей, то есть они работали с кровавыми советами только в путь, и будут работать и сейчас, и все это прекрасно понимают. Дмитрий Валерьевич, вот с Вашей разрешения по экономике два коротких вопроса. Если мы говорим о 10 миллиардах рублей, это значит, что огромные деньги оборачиваются вне экономики, то есть в тени. Насколько доля теневой экономики в России выросла? То есть, если мы говорим о теневой экономике, там, в дополнительных занятиях учительницы по английскому языку, а о доле кэша, который вытекает из госструктур, через механизмы тендеров, другие механизмы для финансирования, скажем так, деятельности, не связанной с государственной функцией, а связанной с квази-государственной функцией. Нельзя это так. То есть для решения вопросов. Насколько в процентном соотношении увеличилась доля вытекающих денег из экономики? Фундаментально не поменялось вопрос, потому что слово теневая, а до этого она типа была на виду. Ну, то есть, когда мы обсуждаем просто миллиарды, я об этом говорил еще лет 15-20 назад, на уровень губернаторов с проектами меньше миллиарда никто никогда не заходил. Ну, то бишь, это миллионами никто ничего не обсуждает. Почему? Потому что все понимали, там, в каждом регионе есть, даже, там, вот к ряду губернаторов применяются, там, Вася, Вася 2%, там, ну, у нас есть господин Касьянов, которому точно так же применяют подобного рода фразу, что называется, там, Вася Долька, там, например, есть такие абсолютные определения. Поэтому, если это для, как это, для гражданского общества, ну, ему по барабану, а для них, как это, серое-белое, оно, фунду, серое-белое, это мы красим его в серое-белое, а для них, все, что, все, что отправлено, даже если вы вспомните текст Владимира Путина, текст по отношению Вагнеров, он, он даже звучит следующим образом, я ему отдал, потому что для любой структуры, вот, в этих погонах, все, что у меня, это мое, а то, что я отдал, это не вопрос, это, обороты прибыли у них совпадают, вот этих людей, они никогда даже, при том, что мы можем хоть как-то там относиться скептически по отношению к этим, соответственно, этим, к Евгению Пригожину как к бизнесмену, но у него есть затраты, и даже если там через конкорд прошло, условно говоря, там 100 миллиардов, но он все равно на эти деньги покормил, поел, ну и так далее, то есть он сделал очень много чего, то есть у него ни оборот, ни не равен прибыль, вот и все. Дмитрий Ильич, прошла сегодня новость о том, что Рафайзенбанк, Рафайзенгрупп отказался уходить из России. На самом деле, это очень любопытная история, почему? Потому что группа Рафайзенг неплохая, это непростая группа, это группа, которая очень сильно связана с австрийским государством, и как любое адекватное государство, Австрия лоббирует интересы Рафайзенгрупп, потому что, ну, Австрия мало чем может похвастаться, но вот финансовая система это одна из фундаментальных вещей в Австрии. Так вот, они лоббируют интересы Рафайзенгруппу. Понятно, что отсутствие претензий к Рафайзенгруппу части санкций за неуходы из России связан с позицией австрийского государства. Вот это решение, то есть публичное заявление, да, одно дело цянуть, одно дело сопротивляться, но мы подумаем, ну, вот завтра, послезавтра, а другое дело публично об этом заявить. Как оно может повлиять нам в целом на санкционную политику Запада за агрессию против Украины? И, собственно, когда система образующий банк, как Рафайзенгруппу подобное заявление, как это отражается на экономике? Ну, первое, что надо понять, что, все вы правильно сказали, Райф действительно система образующая австрийские банки, и поэтому без консультаций не только с австрийским правительством, но и с Евросоюзом подобное рода заявление невозможно. И я бы в параллель еще поставил еще зерновую сделку и то, что РСХБ, Россельхозбанк, Еврокомиссия рассматривает о том, что либо разрешить работать по свифту, напомню, Россия не заблокирована по свифту, как бы кому-то не хотелось, есть несколько банков, включая Газпромбанк, через который работает по свифту только в свист. А у РСХБ два варианта, либо ему разрешат поработать по свифту, либо позволит работать дочке. Это все факты завязаны в один клубок. Поэтому все, что касается зерновой сделки и работы Райфа, ну, в общем, все хотят сладко есть, надолго спать, вкусно пить и так далее. и для Австрии, и для Австрии, в общем-то, это хороший, ну, Райф был одним из ключевых игроков по выводу денег за рубеж. Поэтому Еврокомиссия, ну, как-то, поем и пляжем, не их это конфликт, ну, что, мы бегаем вокруг да около, не их это конфликт, все, деньгами поможем, оружие, ну, какое есть на складах отдадим, а дальше сами разбирайтесь. Это ваше решение. Земельный вопрос разбирайтесь сами. Да, мы будем, надо будем делать фестивали, красить домики в желто-блокитный цвет, но разбирайтесь сами. Поэтому. Я, у меня удивления на этот счет нету, благо, как-то, Райф я неплохо знаю, ну, то есть я работаю, мало того, что с ним там очень многие десятилетия. Так что все это было абсолютно логично. Дмитрий Ильич, а то, что подскочил сейчас, точнее, не подскочил, девальвировал рубль по отношению к доллару и евро. А вот у меня есть некая версия, не знаю, насколько она корректна. Мне кажется, что это сделать хотели давно, но поскольку это решение болезненное, его нужно было пиаровски прикрыть под какую-то историю. Таким образом, девальвировали рубль, тем самым, как бы, помогая экспортерам под пригожинскую историю. Насколько это совместимо, насколько это был контролируемый процесс, ибо все-таки это произошло просто по, ну, как реакция рынка на стрессовую ситуацию политическую. Ну, я бы сказал бы, после не означает следствие, то есть, это очень важно, такие моменты, да, потому что все часто там случайные события связывают в единую цепочку. Я всегда привожу пример, значит, к сожалению, опять-таки, будет длинный ответ с отходом в историю. Задолго до того, как мы с вами пересместились в июль, Дмитрий Потапенко, приблизительно полгода, я говорил, что первая-вторая декада, июня, это точка принятия решения центральным банком и финансовыми властями, как они будут компенсировать тот дефицит бюджета, который растет. Я говорил о том, что существует приблизительно пять мер, пятая такая она резервная, которые могут позволить вот стаканчик бюджета, его нужно наполнить. И в этот стаканчик можно положить четыре, ну, пять мер, я просто их порасскажу, пообъясню, почему пятая такая резервная. Первое, девальвация рубля. Второе, печать денег. Третье, увеличить налоги, стрясти деньги с крупняка, ну, и вообще с бизнесов, типа налоги и все остальное. Четвертое, уход двух тысяч компаний, которые стоят в очереди иностранных, которые хотят выйти, с них просто тряхануть денег, чтобы наполнить бюджет. И пятое, это наполнить бюджет, залить, почему я говорю, что она резервная, это из фонда национального благосостояния, в котором 8 триллионов. Здесь я бы сказал бы так. Они сказали, ну, то есть, все произошло, именно начал повышаться вот этот обвал рубля, начал как раз происходить на второй декаде. То, что я, общаюсь опять-таки с коллегами, ну, вот по моим оценкам, они сказали, ну, идет и идет, ну, и зачем мы будем применять вот-вот-вот-вот напрягаться, потому что вот это все, то, что я рассказал, это напрягаться. Вот здесь трясти. Ну, они попробовали с бизнеса стрясти, ну, бизнес что-то поупирался рогом. С иностранцев попробовали тряхануть, ну, тоже, ну, тяжко идет. Рисование денег, ну, это всегда мы успеем. А тут можно рубль ослабить. Вот они этот стаканчик, чуть-чуть, они бы вместо применения хоть какой-то комбинации из этих там пяти мер, они взяли только одну. Следующая точка расчета является октябрь приблизительно в районе 15-25 числа, когда надо будет принимать решение следующей итерации, как компенсировать дефицит бюджета. Потому что задача этого года не вылететь за цифру 6,7 триллиона рублей. Вот, потому что сейчас где-то мы с вами закончим год, ну, вернее, не год, а в август мы перейдем, наверное, в цифру 4,1 триллиона рублей дефицита. Вот октябрь это такая точка, когда надо принять, чтобы не вылететь за 6,7. Поэтому, ну, после к фагнерам это не имеет прямого отношения. Ну что же, Матвеевич, прошло уже практически две недели с момента мятежа Евгения Пригожина. Что это было на ваш взгляд? Ну, вот сейчас я точно заявляю вам со всей ответственностью, что я не знаю, что это было. Потому что сегодняшние вчерашние события и сегодняшние события, они перечеркивают абсолютно все версии. Я совершенно не понимаю, почему, потому что вчера было заявление Пригожина, где смысл которого был, ну, если так вот суммировать, да, одна фраза, мы еще повоевали. А сегодня, как известно, ему возвратили все его деньги, ценности и вообще сумма весь миллиард в рублей. То есть пришел какой-то его доверенный с бумажечкой мятой, на которой было написано «прошу выдать». Он получил все деньги, развернулся и уехал на этом же, на этой же машине, с которой вынимали там, не знаю, золото, что там, ну, в общем, у него. Потом, поэтому, если говорить вот об этой части, то я вообще не соображаю, что происходит. потому что, как мы знаем, во-первых, уголовное дело вроде бы там против него открыто, но у меня появилась версия, то есть версия не про тот его Демарш, про тот Демарш, любые версии, какие хотите. Путин его заставил, он решил Путина свергнуть, не знаю, сговор с генералами, не с генералами, это темна вода в облыцах, да, это во-первых. А вот если говорить о вот этих десяти миллиардах, которые ему отдали, я, ну, был в недоумении, но, по-моему, понял, в чем дело, почему ему отдали. Дело в том, что перед вами у меня был другой эфир, и я увидел фотографии вот этого лагеря в Белоруссии, куда должны приехать вот эти восемь тысяч человек. И я увидел просто галимые палатки и увидел земляные полы и так далее. Поэтому я думаю, что ему отдали деньги для того, чтобы, ну, так сказать, не было бунта, чтобы он просто привел там все в порядок. И ему придется. почему? Потому что, ну, если ему дали деньги для этого, то, наверное, они пойдут на это. Почему? Потому что, помните, была фраза Лукашенко, что их пребывание не за счет Белоруссии, ну, и так далее. Вот это вот все. Ну, еще раз, я ни в чем не уверен, может быть, ему все это вернули. Вообще, честно говоря, сегодняшний день в отношении пригоден для меня день открытий, потому что еще сегодня стала одна интересная вещь, произошла его расследование ФБК, где показаны его там, значит, самолеты, три самолета, ну, просто безумие, яхты, миллиарды, 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 миллиарды. Ну, он на это имеет право, потому что он воевал в Африке, там вот эти вот бриллианты, золото и так далее, и так далее, не бедный человек. Просто это тот случай, когда расследование ФБК по делу, потому что нам надо понимать, какой он освободитель, да, освободитель с тремя самолетами, ну, и так далее. Поэтому ничего, я, я сейчас достаточно подробно говорил, но я просто описал, почему я не могу с уверенностью акцентировать внимание и говорить, утверждать той или иной версии. Это никому неизвестно. Но я вас уверяю, очень скоро станет известно. Знаете, мне кажется, два ключевых вопроса, ну, по крайней мере, два из целого ряда ключевых вопросов. Первое, почему, зная о заговоре, этот заговор не предотвратили, и почему Пригожин остановился за несколько часов, буквально до Москвы. Вот у вас есть ответ? Нет, ну, вот это как раз более не менее ясно, это технические вопросы. Ну, как, вот две версии. Первая версия это то, что, ну, если у него был сговор с Путиным, то, значит, вот они решили, да, с Путиным там, что ты дойдешь 200 километров до Москвы, и после этого развернешься и уйдешь, а я посмотрю, кто тебя поддержил, кто тебя не поддержил. Не знаю, верить в эту версию или нет. Гораздо более, так сказать, для меня убедительная версия, но она в какой-то степени показывает глупость Пригожина. Его, вернее, не глупость, он человек умный, его нерасчетливость. это другая вещь, что, вы знаете, как в фильме «Спартак» и вообще во многих голливудских фильмах идет герой, а за ним с боков заходят тысячи, 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 и потом какие-то корабли сверху спускаются и, значит, побеждают какого-то там Дарта Вейдера. Возможно, у него был расчет на это, возможно, я не знаю, но факт тот, что он увидел, что все фоткаются, все тиктокеры, не более того, понимаете? Поэтому он трезво понял, что, ну, как-то сражаться со всей армией, ну, хорошо, и он взял бы, например, Москву, но дело в том, что, ну, хорошо, зашел бы он в Москву, и что он в Москве будет делать? Он, по всей видимости, четко понял, что его не поддерживают элиты, что его не поддерживает силовой блок, хотя многие утверждают, что он ставленник какого-то силового блока, то ли ФСБ, то ли, не знаю, вот чего-то там, понимаете? Но, по всей видимости, что-то не сработало. Ну, и вообще глупо захватывать Москву, то есть, что он войдет, скажет, значит, я президент, вообще, что он скажет, если там Путина нет, да, вот Путин где-то там, значит, надо идти на его дачу, надо вот куда-то туда, где его бункеры и что-то захватывать, я совершенно не понимаю. Поэтому он, не знаю, может быть, он каких-то свои, какие-то свои цели он достиг, может быть, понимаете? Потому что многие указывают, что его просто возмутило прекращение финансирования Вагнера. Потому что, ну как, они же действительно там героически убивали украинцев в Бахмуте. В общем, короче говоря, как говорила моя мама, ясно то, что неясно. Матвей Ильич, Михаил Ходорковский тогда в субботу, когда это всё происходило, выступил фактически с постом поддержки действий Пригожного, не самого Пригожного, а действий Пригожного. И вызвал на себя огонь критики представителей оппозиции, которые до этого критиковали Пономарёва или Владимировича Пономарёва в его желании сделать протест действительно таким силовым. А цель оправдывает следствие, на наш взгляд, в данном случае, когда мы говорим о спец. Не знаю. Мне очень тяжело характеризовать Ходорковского. Это такое, ну такое, крыло оппозиции. Он имеет право кого поддерживать, кого не поддерживать. Я отношусь, скажу вам, к этому равнодушно. И, например, к его критикам так же равнодушно, как и к нему. Почему? Потому что, ну что они критикуют? То, что он поддерживает то, что хорошо для Украины, например, посмотрим с этой точки зрения. А что, надо как-то было иначе? Вот ему, Пригожину, надо было на Москву идти как-то иначе, может быть, задом наперёд или лёжа на карачках, понимаете? Или купить билеты на самолёт. Вот как надо было? Он высказал своё мнение, что вот это хорошо в данный исторический момент. Все на него ополчились, что, значит, вот такой либерал и так далее поддерживает такого, значит. Ну, Владимир Ленин тоже говорил, что необходимо, чтобы империалистическая война перевосла в гражданскую. Ну, может быть, Ходорковский хотел это. Для меня это не тема, потому что... Да он имеет на это право, понимаете? Ну, они его критикуют, к сожалению, жизнь такая. Они его критикуют, он критикует их, чего-то такое говорит, а ВОЗ и ныне там. В роли ВОЗа Владимира Владимировича Путина. Западная пресса за последние недели оттопталась на Путине, и в общем и целом рефреном проходит мысль о том, что король голый. При этом мы видим, что Запад продолжает играть такую двойную игру, вести разговор, диалог с Путиным, и оттуда призывы генерала Злужного больше поставлять оружие Украине, чего Запад явно делает неохотно. О том же говорит Алексей Арестович и многие другие, что помогать Украине нужно больше, быстрее, и не растягивать это на 9 месяцев, потому что это даёт возможность России подготовиться. Почему Запад, несмотря на такое обнуление публичное Путина, его делики в демизацию, никто за него не вышел, продолжает бояться Путина. Давайте с другого начнём. Почему вы цитируете Арестовича? Он кто? Одно из мнений. Многие об этом говорят. Вы цитируете вы Арестовича? Я могу процитировать генерала Злужного в интервью в Ушингтон-Пост. Ну да, может быть, всё-таки стоит генерала Злужного, потому что мне часто цитируют Арестовича, я понимаю, что я к нему хорошо отношусь, он нормальный человек, умный и так далее, просто я не понимаю его статус. Понимаете, да? То есть я не понимаю статус этого человека. Если мы с вами ведём такую серьёзную беседу, да, то мне хотелось бы, кто ещё там? Ну вот, например, Злужный. Понимаете? Давайте с этого начнём. Теперь вторая история. Да, Злужный говорит правильно, он математик в военном деле. Он говорит, вот ещё, помните, с того его интервью, когда он сказал, будет 300 танков, сделаем вот это, будет 600 танков, сделаем вот это. И сейчас он тоже говорит, значит, не даёте самолёты, гибнет очередная тысяча украинских граждан. Это нормальная позиция накануне 11-го числа. С этим я с вами согласен, и даже с Арестовичем. Но с чем я с вами не согласен, что Запад, какая-то там двойная позиция, что-то такое, нет уже никакой позиции, нет никаких красных линий. Понимаете? Ничего этого нет. У вас, ну, не знаю, почему вы так считаете, но имеете право, но на самом деле они дают всё, что могут дать. И здесь надо читать длинную лекцию про то, что когда началась война, у них, собственно, было оружие, у них же не было там 5000 атакамсов, правильно? У них были какие-то там атакамсы, у них были какие-то самолёты, у них, ну и так далее. То есть очень много того, что сейчас истерично им приходится налаживать выпуск, потому что Украина по оружию потребляет просто немыслимое количество оружия, это понятно. Но мне кажется, что красные линии исчезли, что решение принято, и это решение абсолютно прагматичное, потому что у них, они бешено этого боятся, они очень боятся неконтролируемой истории с ядерным оружием. Они очень этого боятся. Поэтому, как сделать, чтобы оно было под контролем? Давать оружие Украине для того, чтобы Украина быстрее победила. С самолётами есть проблема, и эта проблема носит технический характер, потому что самолёт дело дорогое, к нему обслуживание должно быть, должно быть обслуживание, обслуживание, и так далее, и так далее. Но мне кажется, что, ну, решение принято, и если сейчас что-то не поставляется, на мой взгляд, то не потому, что они не хотят дать, а потому, что дело не готово. Понимаете? Надо понимать, что там не дураки сидят. Это Соединённые Штаты, это элита мира, а у нас тут военная элита мира. Понимаете? И когда залужный говорит, что он с мили 24 на 7, то я так понимаю, что действительно 24 на 7. Есть какие-то причины, может быть, политические, может быть, внутренние, республиканцы, демократы и так далее. Вот сейчас мне сказал приятель перед эфиром, что в Германии какая-то из партий, ну, которая ещё не там, не в Бундестаге, решительно выступила против помощи Украине. Они говорят, в Украине будет миллион, миллион лет это будет длиться. поджарила ситуацию выступления во Франции. Понимаете? Но они как раз играют против России. Почему? Потому что Россия это говорит, что Макрон идиот, да, там вот это вот Соловьёв и так далее, Макрон, он его кривит, вот это вот всякое, да. Ну, идиот он и есть идиот. Но дело в том, что Запад боится одной ужасной вещи. Он боится, что хаос, который может начаться в Российской Федерации, да, вот хаос, настоящий хаос, без власти и так далее, что делают в первую очередь люди? Они бегут. И Украине придётся принимать миллионы беженцев. Миллионы просто, понимаете? Они будут бежать от войны, которая будет уже там. Поэтому мне кажется, что они поступают очень логично и правильно, потому что они хотят хаос, но они хотят, чтобы жертвой этого хаоса был Путин и его верхушка. Но не сумасшедший дом, когда все воюют против всех. Понятно, да? Потому что, ну, я не знаю, как, а Украина не будет пускать, а они будут стоять на границе, штурмовать границу Украины. Сложная история. Поэтому я бы тут без резкости, я бы тут был аккуратнее. Там идут бесконечные переговоры. Вот 11 числа посмотрим, опять идут заявления, что будут приняты необходимые решения, которые удовлетворят Зеленского, а, соответственно, армию, а, соответственно, граждан, в том числе и меня. Посмотрим. Недолго осталось ждать. Глава ГУР, Министерство обороны, Кирилл Буданов, президент Владимир Зеленский, они бьют во все колокола, говоря о том, что Россия планирует террористический акт на Запорожской атомной электростанции. Это действительно очень серьёзная история. И я читаю об озабоченности, но я не читаю тех красных пионер, которые действительно Запад предлагает России на случай, если Россия пойдёт на этот террористический акт. Почему мы чётко, ясно не слышим последствий для России в случае этого террористического акта? Ну, не знаю. Я, например, слышу. Во-первых, не будем забывать, что с Россией были проведены целый раунд разговоров и проводили их разные люди. Во-первых, Сидзипин, который чётко поставил, так сказать, свой... Это был действительно ультиматум. И прекратились во всяком случае... Ну, Соловьёв иногда позволяет себе это, но в основном российская пропаганда сейчас не вспоминает про ядерное оружие, там, Сармат, вот это, ну, такое вот. Знаете, ну, есть Сармат и есть Сармат. Это первое. Вторая история, вы помните, Соединённые Штаты предупредили, что вот всё, что Россия не сделает с ядерным оружием, это будет считаться нападением на НАТО и тогда неконвенциальным оружием, то есть обычным, будет много чего уничтожено. Да? Это же тоже было предупреждение, правильно? Индия предупредила, да? Дальше. Я бы всё-таки, при том, что это очень правильно, что делает Украина, которая нагнетает и повышает градус, я бы всё-таки смотрел на реальность. Реальность такая, что даже, ну, во-первых, никто пока по утверждениям МАГАТЭ, которые там сидят, никто не собирается ничего взрывать, а во-вторых, есть ещё один момент, и об этом говорят абсолютно все специалисты, дело в том, что там заглушены, кроме одного реактора, все остальные реакторы заглушены, поэтому там взрывай, не взрывай, там ничего не будет. Вот, поэтому йод пить не надо. но вы понимаете, одно дело реальная ситуация, другое дело то, чего хочет Украина достичь перед НАТО, перед саммитом, и перед Европой, и какая-то доля, понимаете, это не полная мистификация, потому что если ты минируешь, то для чего ты минируешь? Вот для чего? Вот знаете, я вот заминировал, не буду взрывать. Не, ну ты же заминировал, правильно? Это же произошло у тебя. Вот, поэтому я бы так сказал, что это полуправда, но вот эта вот сторона объяснения варварских действий Российской Федерации в отношении атомной станции, атомная станция и её минирование. Ну что, с ума сошли? Да, сошли с ума. Это правильная вещь. Матвеевич, я вам очень благодарен за интервью. Матвеевич Ганнопольский был сегодня с вами на телеканале Медиан. Спасибо большое, Матвеевич. Спасибо вам и зрителям.